МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Итоги дня в Кирове подводит информационный канал с вами Сергей Игнатьев. О самых важных событиях этого понедельника, 21 сентября, расскажем и покажем. Теплая компания в домах и сердцах станет жарче. В Кирове объявили о начале отопительного сезона. Правда, повезет вновь не всем. Сорванные сроки повысили градус. Тысячи жителей Кирова по-прежнему не получили горячую воду в своих домах. Между первой и второй перерывчик не настал. Страшилки про новую волну коронавируса не сработали. Взял золото Геленджика. Житель Котельнича победил в популярном телешоу. Начнем с теплых новостей. Дождались! В Кирове объявили о начале отопительного сезона. Постановление сегодня было подписано в администрации города. Обогревать жилые дома начнут со вторника, 22 сентября. Как сообщается в документе, теплоноситель будет поступать от трех теплоэлектроцентралей. Первой, четвертой и пятой, а также котельных по графику. Он опубликован на сайте мэрии. Подключать жилой фонд будут в течение девяти дней постепенно, для того, чтобы сохранить гидравлический режим. Управляющие компании в курсе начала отопительного сезона и сейчас должны следить за подачей ресурса. Как сегодня сообщили власти, семь коммунальных организаций до сих пор не получили паспорта готовности к зиме. Это не повлияет на подачу тепла в квартиру, но может ударить по репутации руководителей компании. Информацию обещали передать в жилы инспекцию. Также управляющим компаниям дали зеленый свет. Начинать отопительный сезон раньше графика, если этого просят жильцы. По всем вопросам включения отопления можно обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу КТК по телефону 716 716. Правда, услышать бурлящий кипяток в батареях смогут не все. Сотни домов в Кирове еще остаются без горячей воды, хотя обещали подключить весь город к 15 сентября. Чайники, ведра и кипятильники стали вынуждены альтернативой населения для, казалось бы, обычной процедуры приема горячего душа. Причем на протяжении уже нескольких месяцев. Улицы и дворы Кирова по-прежнему остаются перекопанными, а сроки окончания работ уже вышли на многих участках прорывов сетей. Точной даты появления горячей воды в кранах оказалось теперь и вовсе нет. Почему, знает Алексей Иванов. Антонина Смирнова, а с ней тысячи других жителей Кирова в последнее время вынуждены добывать горячую воду таким способом или использовать водонагреватели, у кого они есть. В кранах некоторых домов воды не было с начала лета. По словам Антонины Смирновой, в доме горячая вода исчезла месяц назад. При этом никаких раскопок возле дома нет, объявлений на подъездах нет. Управляющие компании информации о причинах отключений ничего не говорят. Так и живут в окружении кастрюли, ведер и чайников. КТК сегодня сообщает почти о четырех сотнях жилых домов, где нет горячей воды. В списке отключенных и социальные учреждения не подключены 127 объектов. Правда, в понедельник обещают включить еще 10 школ и детских садов юго-западного района. По остальным информации пока нет. Проход закрыт и закрыт уже все лето. Таких мест в городе уже больше сотни и работы ведутся не очень активно. Как говорят коммунальщики, они стараются. Работают практически 24 на 7. Причина срывографиков подключения горячей воды все та же. Говорят, что трубы в городе ветхие и хозяйство им досталось не в лучшем состоянии. Каждый день мы по две, а то и три ямы закапываем, сдаем благоустройство. И незакрытых, неблагоустроенных раскопок, точнее, не до конца благоустроенных, где-то только песок, допустим, и так далее, 177. Сегодня коммунальщики не могут назвать врок окончания всех ремонтов и реконструкций теплосетей в городе. Есть вероятность, что отопление в домах кровчан появится раньше, чем горячая вода там, где ее нет. Силы КТК и их подрядчиков сейчас направлены на включение отопления в домах. Алексей Иванов, Дмитрий Бритвин, информационный канал «Город». Больше не прокатит водители общественного транспорта, а тучат от гонок на маршрутах. А на зебрах выставят больше постов ДПС. Что еще сегодня обсуждают в городе, расскажем далее. Наш эфир продолжит рубрика «Короткой строкой». В Кировском МТП ввели почасовую оплату труда водителя. Это сделано для того, чтобы водители не устраивали гонки между собой в борьбе за пассажиров. Сейчас только 5% заработной оплаты сотрудников зависит от размера выручки. Предполагается, что такая мера повысит культуру вождения водителя общественного транспорта. Почасовая оплата введена пока только на одном транспортном предприятии. В ГИБДД фиксируют резкий рост аварий с участием детей. С начала года на дорогах пострадал 91 ребенок, в связи с чем в городе с сегодняшнего дня объявлена неделя дорожной безопасности. Возле школ будут дежурить не только наряды ДПС, но и представители родительского патруля. Они будут помогать детям переходить дорогу на пешеходном переходе. Жители Кировской области смогут две недели наблюдать полет МКС. Это стало возможным уже с 20 сентября. Международная космическая станция при наблюдении невооруженным глазом представляет собой яркую звезду, которая быстро перемещается с запада на восток. Уточняется, что увидеть пролеты жители смогут в темное время суток в течение двух недель до 4 октября включительно. Информационный канал «Город» держит руку на пульсе событий региона. Мы вновь в эфире. Этот день нам приближали как могли, но ничего не случилось. Страшилки про 21 сентября не сработали. Весь август и начало осени в сети интернет кипели страсти о начале второй волны коронавируса и ведения карантина. Пользователи свято верили в неизбежность этой роковой даты, особенно в школах. И вот сегодня в Федеральном Роспотребнадзоре рассказали, стоит ли ждать настоящей второй волны COVID-19. Слухи об ужесточении режима самоизоляции не подтвердились. Здесь дистанционное обучение введено только в некоторых школах регионы и не для всех классов, только там, где ОРВИ болеет большинство детей. Сегодня главный эпидемиолог страны Анна Попова заявила, что жестких ограничений больше не требуется и не будет. Врачи уже успели познакомиться с вирусом и знают, как с ним бороться в каждом отдельном случае. Тем временем, сегодня стало известно, что Кировская область вышла из красной зоны по коронавирусу. Сейчас регион находится в желтом секторе, то есть, по оценкам экспертов, ситуация удовлетворительная. Число заболевших превысило 8 тысяч человек. По данным сайта stopcoronavirus.rf, с начала пандемии зарегистрировано 122 летальных исхода в регионе. Взял золото Геленджика. Житель Котельнича Николай Вершинин покорил самый безумный парк развлечений страны. Он победил в федеральном телешоу и стал обладателем початка кукурузы из чистого золота. В эфир программа вышла накануне «За земляка переживала вся область». Безумная эстафета была наполнена самыми невероятными препятствиями. Угодить в коварную ловушку на пути к главному призу было очень просто. У некоторых искателей приключений сдавали нервы. У 36-летнего котельничанина Николая Вершинина получилось пройти все шесть туров. Его проверяли на скорость, ловкость и нахочивость. Одним из последних испытаний была очень скользкая лестница. И Николай, единственный из всех, добрался по ней до вершины. В этот момент весь регион с замиранием сердца следил за его триумфом. Хочу высказать огромную благодарность специально тем, кто болел за меня, кто переживал, кто верил в мою победу. Так что помните, что нет непреодолимых стен, нет непреодолимых желаний. Мечтайте, ставьте перед собой цель, обязательно добивайтесь, у вас обязательно все получится. Главный ведущий и распорядитель Ивана Хлобыстин так просто со своим золотом расставаться не собирался. По правилам шоу победитель должен был выбрать один из трех сейфов, в которых находился килограммовый слиток золота стоимостью около двух миллионов рублей, золотая монета стоимостью сто тысяч и золотой початок кукурузы в полмиллиона рублей. Николай Вершинин достался последний трофей. Лапа вам в помощь, любвеобильный и ласковый пес ищет заботливых хозяев. Сегодня в рубрике «Пристроим вместе» щенок по кличке Джек с необычной и сложной судьбой. Питомец остался без присмотра, пережил тяжелую операцию, но, как говорят волонтеры, это один из самых добрых и дружелюбных собак, живущих сегодня в приюте для бездомных. В этом убедилась и наш корреспондент Ольга Бакина. Погода осенью весьма и весьма переменчива. То согреет нас солнышком, то намочит дождем. И наше осеннее настроение тоже меняется со скоростью ветра. Но если вы заведете себе четвероногого питомца, то меняться ваше настроение будет исключительно от счастливого к радостному. Хочу вам представить Джека. Джек очень облиятельный, шикарный, красивый парень. Ему примерно год и четыре. Он уже привет, кастрирован, мальчик с паспортом. Остается найти ему только семью, которая его полюбит. И уже никогда он не узнает, что такое улица. Потому что именно на улице он был найден в микрорайоне Озерке. Люди его привезли в клинику с ужасными ранами на голове. И Джек перенес очень тяжелую длительную операцию. Там в районе четырех часов его оперировали. Но мальчик очень быстро выздоровел. И сейчас он очень активный, любознательный, жизнерадостный. И ищет свою семью. Он обожает играть с мячиками, с любыми игрушками. Будь то бутылки, канаты, какие-то круги. Вот ему вот только играть, играть, играть. Вот у него парня хочет бавляй. Если вам не хватает любви, нежности и ласки, то вам нужно срочно завести Джека. Потому что Джек восполнит все это сполна. Обниматься, целоваться. Прямо прыгает, радуется. Что к нему пришли, что его полюбили. Если Джек целиком и полностью завладел и вашим сердцем тоже, то срочно звоните. 8-912-715-50. Ольга Бакина, Дмитрий Бритвин, информационный канал «Город». И Джек красавчик! Ну что ж, еще один приятный повод для праздника. Сегодня Всемирный день русского единения. Чем не повод отметить его теплыми объятиями с близкими. Впрочем, в условиях распространения коронавируса эпидемиологи советуют воздержаться от этого, особенно в общественных местах, держать социальную дистанцию. Альтернативу обнимашкам вместе с кировчанами сегодня искал и наш корреспондент Антон Данченко. Что из этого вышло, сейчас узнаем. Поскольку сегодня день единения, ну, по идее, нужно обниматься. Но все мы понимаем обстановку, и обниматься нельзя. А вот подскажите мне, чем вот можно заменить и обнимашки, и рукопожатие? Издалека. Привет. А ну поближе можно подойти, но не ближе, чем полтора метра. Не ближе, чем полтора метра. То есть я должен на вытянутой руке, правильно? Конечно. Вот, 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 вот. То, что надо. Ну, локтем как это принято? Локтем? Коленкой можно еще. А, пожалуйста. С полутора метров, да? Не знаю. Получается вот подальше так вот. Кипао. Вот так, да? И другой тогда тоже. Как у гангстер-рэперов приветствие получилось. Наверное. Да? Да. Приветствием можно просто горячим, ну, теплым. Эмоционально, чтобы человек понял, что ему дорог. Здорово, бро! Вот так? Да. Вот так? Ну, примерно. А если человек мне мало знакомый, он, в принципе, еще не бро? Тогда, ну, что-то придумать, я не знаю. Может, яблоком кинуть него? Ну, не знаю. Можно чем-то поделиться, а не кинуть. Ну, с полутора метров. Ну, да. Воздушными поцелуйчиками? Так? Да. Так обычно эти делают наши руководители. Бартанул просто? Слышь, ты, вот так, да? Да, подошел. Не сочтут за дерзость? Да нет уже, что? Наши руководители все так делают. Просто уже с плеча дал ему. Да, уже вошло уже, как говорится. В обиход. В обиход. Да. Смайли какой-нибудь? Распечатать? Передать. А предварительно его из пластилина слепить или что? Набрать. Уходим полностью в онлайн, правильно? Только так. Ну, голубы. А выразить любовь тогда просто нужно сильнее кивнуть? Да, да, да. В пятки упасть, короче. И сойдет? Пойдет. Может, какими-то движениями? Типа вот так вот? Типа вот так. Ну, словами. Подвигать попой и сказать, что я тебя люблю, правильно? Совершенно верно, молодой человек. Подойти и сказать о своих чувствах. Ну, подойти на полтора метра, правильно? Ну, да. А обнимашки, получается, ничем не заменить? Ну, я думаю, нет. Если ты с человеком не знаком, в принципе, как ты их заменишь? Незнакомых людей можно было обнимать, а теперь нет. Да. Беда? Да. Мысленно, но крепко обнимаем и мы вас. Таким вы видели этот понедельник, 21 сентября. Редакция информационного канала «Город». Свои новости вы можете сообщать по телефону 47-33-02. Также рассказывайте о них в нашей группе ВКонтакте. Новости Кирова. И не забывайте подписываться на нас в соцсетях. С вами был Сергей Игнатьев. Всего доброго и увидимся в городе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин